Госавтоинспекция прекратит регистрацию автомобилей, собственники которых ушли из жизни. Как сообщает российская газета, ГИБДД получила данные об умерших автовладельцах от Федеральной налоговой службы. В России покупку машины, зарегистрированной на умершего, часто называют вечным учетом. Новый владелец нарушает ПДД, но не несет никакой ответственности. Теперь регистрационные подразделения ГИБДД будут получать информацию об умерших и автоматически прекращать регистрацию автомобилей без предупреждения наследников. Но когда те вступят в права, то смогут оформить машину на себя. В 2012 году Nissan и британская гоночная команда RML придумали сумасшедший кроссовер Juke R, который получил мотор, трансмиссию и укороченное шасси от спорткара Nissan GTR. У всех машин дворной каркас безопасности, а также отнесенная назад коробка передач, которая не оставила места для задних пассажиров. Уникальность проекта в большой доле ручного труда. От серийного Juke был взят только кузов, без нища, а от суперкара GTR лишь малая часть лонжеронов. Все остальное пришлось спроектировать и сделать заново. Переднюю панель вообще потребовалось подвинуть внутрь на 10 сантиметров. Два серийных Juke R были проданы в Арабских Эмиратах и уже разбиты. Еще два прототипа, левым и правым рулем, Nissan оставил у себя. И вот теперь на продажу за 650 тысяч евро выставлен до сели неизвестный пятый кроссовер. Владелец утверждает, что машину под надзором Nissan в прошлом году построила ателье Severn Valley Motorsport. Его мастера довели отдачу мотора до 700 лошадиных сил. Машина успела проехать только 20 километров.